Каждая поездка главы Чувашии в районы это не только сухие цифры отчетов, это еще и встреча с людьми, которые занимают активную гражданскую позицию и участвуют в жизни муниципалитета. Глава республики встретился в Парецком районе с победителями конкурса «Семья года». И он и Наталья Спетару познакомились в Москве около 20 лет назад. Увидеть белокурую паричанку парень из Молдовы влюбился без памяти. Как сейчас вспоминает, готов был поехать за ней на край света. Наталья привезла Иона в родное село. Тут и начали семейную жизнь. Даже спустя столько лет Спетару ни разу не пожалели о переезде. Можно работать, есть дальнейшие перспективы для семьи, для детей. То есть, как некоторые регионы говорят, занимаются этим и этим, где наркотики. А у нас вроде все тихо, у нас на улице все. Больше и больше молодежи сейчас. Наталья работает в салоне сотовой связи, но успевает и заниматься детьми. Сама человек творческий, она стремится увлечь детей. Вместе с дочерью Кристины готовятся к листературным конкурсам. А с сыном Сашей участвуют в спортивных мероприятиях села. Во встрече с Михаилом Игнатьевым приняли участие еще три семьи. Все они призеры районного конкурса «Семья года». Стёксовы увлекаются шитьем мягких игрушек и с удовольствием играют в футбол. Мартимьяновы все свободное время отдают технике. А Денисовы играют в ансамбле. Такие дружные семьи – пример для многих. «Основным стержнем являются традиции ваших родословий, ваших трудовых династий. Родители, предки воспитывали вас в духе любви к труду. Вот это самое главное. И наша общая совместная задача – воспитывать созидателя, а не потребителя». Социальная поддержка на селе особенно важна для молодежи. Стёксовы самые первые в районе приняли участие в программе «Молодая семья», благодаря чему достроили свой дом. Денисовы приобрели земельный участок на средства регионального материнского капитала. Именно такие семьи должны улучшать демографическую ситуацию в районе. Она пока далека от идеальной. Ещё один важный аспект, который поможет остаться молодым населем – это новые рабочие места. О необходимости их создания говорил на встрече и глава республики. Дарина Игнатьева, Олег Кикимов, Республика.